Председатель правления государственной компании российской автомобильной дороги Сергей Кельбах и губернатор Тверской области Андрей Шевелев совершили облет с вертолета территории районов, где ведется строительство скоростной платной автомобильной трассы М-11. Они оценили темпы работы на объекте и степень готовности обхода Вышнего Волочка, после чего стороны провели совещание по вопросам завершения пятого и начала шестого этапа строительства на участке с 30-34 по 543 километр. В совещании приняли участие представители «Автодора», компании исполнительно-строительных работ, а также руководство Министерства транспорта Тверской области, глава Вышневолодского района и администрации Балаговского района, а также мэр Вышнего Волочка. В настоящее время готовность обхода Вышнего Волочка оценивается сторонами на 80%. По словам генерального директора транстроймеханизации Бориса Сакунина, в начале августа планируется завершить работы по искусственным сооружениям, концу сентября по пунктам взимания платы, а концу октября по благоустройству. Сергей Килибах обозначил срок ввода объекта – ноябрь этого года. Участники совещания обсудили ряд вопросов, оперативные решения которых необходимы для завершения входа Вышнего Волочка к этой дате. Здесь председатель правления государственной компании отметил серьезную поддержку правительства области в продвижении проекта. Как подчеркнул Сергей Килибах, сотрудничество с областью продолжается на достаточно высоком уровне. Как обозначил глава региона, сейчас область готова подключиться к решению вопросов при соединении объекта к внешнему источнику питания. Ряд моментов обсудили непосредственно на совещании при участии энергетиков. В то же время окончание пятого этапа рассматривалось и с юридической точки зрения. В частности, была поднята тема передачи на баланс области новых объектов, возводимых в ходе строительства магистрали. Культура производства меня полностью устраивает, потому что подлегающая территория и приводится в порядок, и сохраняется. Построены новые развязки, построены новые переходы, и они будут передаваться на баланс области, потому что они строились на наших дорогах. И это нам надо будет дорабатывать. Как и еще необходимо решать вопросы, помогая другим участникам проекта, операторам сотовой связи и энергетикам. Потому что это вопросы оборудования и вышек, и подключения энергетика, а там есть земельные вопросы. Ни в коем случае не должны позволить, чтобы это мешало и избивало срок. Сергей Килибах еще раз обратил внимание на то, что ныне существующие сроки опережают на год запланированный ранее график. Сложности есть, но они преодолеваются в рабочем порядке совместно с госкомпанией, нашим подрядчиком, администрацией Тверской области. Мы все сразу, все проблемные вопросы выносим на общий круг обсуждения и решаем их. Поэтому сомнений о том, что объект будет введен в этом году у меня после сегодняшней нашей работы и после облета на вертолете с Андреем Владимировичем уже не возникает. Среди обсуждаемых вопросов также выполнение соглашения, предусматривающие восстановление автодорог области, задействованных при строительстве магистрали. Соглашение выполняется, подчеркнул губернатор области. Есть еще время привести в порядок оставшиеся участки дорог, особенно к первому сентября. Ведь по многим проходят школьные маршруты. По словам Сергея Килибаха, будут предприняты активные действия, чтобы минимизировать влияние строительства на жизнь жителей. В то же время уже подготовлен проект подобного соглашения в рамках шестого этапа.